Здравствуйте! С вами говорит журналист Влад Аббасов. Вот уже несколько дней я незаконно лишён свободы. Но неважно, какие разочарования, грусть коснулись меня за эти дни, я не жалуюсь, не поддаюсь гневу и никого не упрекаю своей судьбе. Я ничем не лучше жителей Карабаха, которые вот уже 25 лет находятся в плену. Их ужасная судьба, незаслуженная и трагическая, могла быть моей. Я благодарен Богу за то, что в течение лишения свободы в эти дни я узнал людей больше, чем мог бы узнать во время, проведённое на свободе. Все думают, что всё, что связано с последними событиями, так или иначе, действует через азербайджанскую диаспору в Российской Федерации. Некоторые представители азербайджанской диаспоры даже сами об этом заявили, и их поддержали в этом представители соседних общин в своих новостных сайтах. Как будто бы Суад Аббасов лишён свободы, депортируется или обвиняется из-за того, что его, скажем, заказали представители азербайджанской диаспоры. На самом деле, ничего общего с действительностью это не имеет. Я сейчас не хочу говорить о предателях. Нас предавали вчера, нас предают сегодня, нас будут предавать завтра, в будущем. Но то, что я здесь нахожусь, это не по обвинениям со стороны диаспоры и не из-за того, что у нас есть внутри диаспорские проблемы. Реальная причина – это уничтожение прав и свобод азербайджанцев в России. На самом деле это так. Всё, что со мной происходит – это акт устрашения всех тех, кто так или иначе захочет озвучить проблемы, связанные с азербайджанцами в России, о которых все молчали последние 25 лет. Это возмездие за телевизионное выступление на федеральных каналах, где сформировалось общественное мнение о наличии политических сил и лоббических кругов, которые десятилетиями готовятся нарушить дружественные отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. И в том числе и между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Я обратил внимание на то, что сразу после моих критических эфиров мной начинают интересоваться правоохранительные органы. А это эфиры как-то связаны с диаспорой. Почему именно после эфира 15 марта 2019 года, когда я озвучил проблему круглого стола, который прошел в Московском Доме национальностей, а также после 15 мая 2019 года, когда я озвучил диаспорские проблемы, связанные с руководителями Азербайджанской диаспоры, мной начинают интересоваться правоохранительные органы. Как бы они не хотели придать этому вид внутри диаспорских разборок, ничего общего с этим нет. Самую главную причину моего задержания и всяких ложных обвинений озвучил журналист Максим Шевченко, в связи с чем я ему благодарен. За смелость и честность. главная цель это ограничить, а может быть и уничтожить единственный голос азербайджанцев Российской Федерации, а также и голос наших турецких братьев в российских каналах. Кому-то это очень не нравится. кто-то очень хочет уничтожить в буквальном смысле этого слова голос азербайджанцев и голос турецких братьев в российских телеканалах, в интернет-пространстве. И понятно, что это очень сильно решает десятилетним планом разных государств. И для этого они пользуются разными вымышленными предлогами, ложными обвинениями, заказными действиями. И самое обидное то, что в этом участвуют разные правоохранительные органы Российской Федерации. Заказчики и исполнители всего того, что со мной происходит, на этом не остановятся. Будут придумывать разные предлоги, разные обвинения для того, чтобы сломать меня в этих стенах, где меня поместили и лишили свободы. Но помимо заказчиков и исполнителей в последние дни появились еще и силы, которые используют ситуацию в своих политических целях. Сейчас я не хочу говорить ни о заказчиках, ни об исполнителях, ни о тех, кто хочет это использовать в своих политических целях. Они себя очень хорошо знают. Некоторые аналитики об этом, может быть, и где-нибудь написали. Мне сейчас нет возможности об этом что-либо читать или комментировать. Единственное, что я хочу сказать, что мое нахождение в этих четырех стенах в последние дни связано именно с моей общественной деятельностью касательно голоса азербайджанцев в Российской Федерации и голоса Турции в Российской Федерации. Я не думаю, что в ближайшее время кому-то придет голову повторить мой опыт. Потому что все, что происходит, это акция устрашения. Для того, чтобы никто не действовал так, как действует Сла Донбассов. Может быть, они добиться своей цели. А может быть, и найдутся среди азербайджанцев или турецких граждан, которые продолжат тот путь, который я начал. Но что бы там ни было, я хочу сказать, что не надо ничего бояться. Не надо ни в чем себя ограничивать. Если вам есть что сказать, если вы хотите защищать свои права и свободу своего слова на территории Российской Федерации, делайте это. Несмотря ни на какие акты устрашения со стороны наших оппонентов. Я благодарю всех за внимание. Я надеюсь, что в скором времени я выйду на свободу, смогу с вами нормально общаться и продолжить свою деятельность на свободе. Но пока я лишен свободы. И, может быть, в будущем у меня возможности передавать вам эти голосовые сообщения не будут. Я благодарю всех, кто в эти дни поддержал меня. Благодарю всех, кто протестовал против лишения свободы журналистов у Арабасова. Благодарю всех, кто принимал участие в акциях. Отдельно хочу благодарить сотрудников посольства Азербайджанской Республики Российской Федерации, которые выполняли свой долг и все делали для того, чтобы гражданин Азербайджанской Республики был освобожден от мест лишения свободы. Я надеюсь на то, что российские правоохранительные органы и российская судебная система все-таки будет на стороне правды, на стороне истины и примет самые правильные решения в данной ситуации. Всего вам доброго желаю. Ваш журналист Фуат Аббасов. Фуат Аббасов. Фуат Аббасов. Уминь. Фуат Аббасов. Продолжение следует...